Слово о том, как мы ведем дело. Мы ведем свое дело хорошо. И даже если нам дают машины, мы эти машины эксплуатируем и всегда даем в идеальном состоянии. Иногда такое случается, ну крайне-крайне редко, что где-то что-то подмелось. Очень редко. Вариант один из тысячи. И тогда мы все это дело восстанавливаем. То есть мы говорим о работе и о слове. А у нас слово «это есть дело». Мы сказали, мы сделали. И все те машины, которые вы нам отдаете, естественно, продаются. Сколько их? Большое количество. Я даже уже и не помню. Вот такая у нас штука. Работа и дело. Чем мы и занимаемся. Другой вопрос. Есть ли дело вот здесь, на «Сиреневом-1-1». Помните, здесь товарищ был такой, Роман Хакимов, да? Я ему отдал свою машину. Две машины отдал. И ни ту, ни другую он не сделал. В «Мерседесе» он вообще зачем-то коробку разобрал, я понятия не имею. Вот. С «Фордом» вообще там ситуация была просто прикольная. И как я ее забрал, вы прекрасно понимаете, да? Что машину здесь ударили и ничего мне не сделали. Ха! Клевое место, да? То бишь, а потом, после того, как мы разобрали коробку на «Форде», мы увидели, что они туда даже и не лазили. Представляете, я вам отдал весь ремкомплект. Все сальники, все прокладки. Ничего не было сделано, понимаете? Такое ощущение, что по мне проезжали по ушам, понимаете? В конце концов, скоро или рано я такое место и сделаю. То есть я поеду и научусь ремонтировать коробки. Я потом уже в теме вам объясню, как все делается. Легко и просто. Вы знаете, лохов готовить надо. Чуть позже я поеду в Москву. Чуть позже я стану специалистом крутого уровня. Задолбало меня незнание наших чудил про автоматы. Я поеду и привезу результат. Это по сути недорого. И по идее, бы таких мудаков не было бы в нашем городе. Но цена и качество обучения будет на уровне. Может быть и Хакимов крут, но не в автоматах. Другой человек, к которому я приехал, смотался на вачу. То есть и он не может работать с автоматами. Задолбало меня все это. Когда это будет? Ну, чуть-чуть позже. Дайте мне сейчас съездить на Кубу. Я постараюсь добить ту штуку, которая у меня в голове. То есть рак. В остальном. В остальном я прекрасно понимаю, что всю машину, полностью всю машину я собственными руками и делаю. К сожалению, у меня сперли набор инструментов. С моего Ниссанного Венера кто-то стырил. Форсовский. Но я вам честно скажу, что весь инструмент, который у нас продается, он сделан в Таиланде. В Тайвань, в Тайвань, в Тайвань, в Тайвань, в Тайвань, в Тайвань. Китайская провинция. Небольшое такое местечко рядом с Китаем. Совсем маленькое такое. Где все это дело и производится. И все это дело продается. Явно чистый у нас. Если вы спокойно все можете посмотреть, то сделайте такой вариант. Инструмент для оборудования. Repair equipment for car. И посмотрите, какой инструмент выдается там, за рубежом. Вот тот нормальный инструмент. Ну ладно, спертый. Да и флаг тебе судья. К сожалению, придется мне новый покупать. Тоже, наверное, из Таиланда. Другого варианта я пока не вижу. Вот и все. То есть я все делаю сам. То есть вы все делать можете сами. Так же. Никаких особых проблем нет. Возникает дивный вопрос. Потому что скоро у нас будет дубак невозможный. Вот. Вы понимаете, о чем речь идет, да? Холодно скоро будет. Зима скоро будет. Как вы все это можете сделать? Вариант простой. Но, к сожалению, надо все-таки делать боксы. То есть у большинства из вас должны быть или были бы когда-то гаражи. Восстановить их достаточно просто. И сделать отопление там тоже. И вы делаете все сами. Вот так вот. И тогда вы ни на какого Романа Хакимова ничего складывать не будете. Потому что вы все сделали сами. И по сути событий. Если вы это делаете качественно, то почему бы и нет? Зачем переплачивать деньги? Я не понимаю.